дорогие уважаемые люди очень привет смотрели видели знаете где мы были что делали если не смотрели ничего такого важного не пропустили готовлюсь к переезду и что покупаю когда готовлюсь к переезду сейчас покажу наверно меня камнями кидать будете поехали магазин покупать перечную пасту кажется не только мы переезжаем в южную карабину перечной пасты не было все куплено пустота что творится кто-то знает почему перечной пасты нету калифорнийцы и лос-андельцы пожалуйста осведомите просветите я не знаю почему в магазине где обычно очень много перечит томатной пасты все было кроме перечной пасты муж говорю наверно ты уже говорила что перечную пасту будешь покупать и все проскупили я не помню говорила об этом не помню но не было перечной пасты придется поехать в другой магазин пасты не было пасты не было наверно пишите егена вы на край света не на край света близко очень близко край дело в том что из нашего поселка до ближайшего магазина три километра ну шучу не знаю сколько но я люблю чтобы под рукой все было походу уже можно поехать покупать но поскольку места мне совершенно не знакомы я не знаю там какие магазины обстоятельства так сложились что мы еле-еле смогли найти время подыскать дома то есть все время то что наше время пребыва пробыгания там было посвящено находки дома крутились вертились и лишнего времени не было чтобы посмотреть какие там магазины что у них есть а пока поеду пока посмотрю здесь под рукой очень скучать будешь по этим удобством но дело не в дело в качестве спокойной душевной духовной жизни а качество здесь для нас для меня хворает поэтому думаю на новом месте можете услуги магазины тоже к чему мы привыкли и к этим удобством да в этом плане не могу ничего сказать пока не доберусь до места но будем скучать купили но мало кажется взяли потому что захотелось попробовать еще один вид басматы это наш белый плавик и гененый плавик это отварной виск когда вы пишите про этот плавик пишите еще один такой взяли откуда из гималая из гималайских гималайских астрологии хотя говорит нам потом говорит не вермайн но поскольку мы очень любим разные сорта лица это жасмин чазмин раз басматы и жасмин совершенно другие по аромату но мы оба любим вот столько риса может говорить закупить на год может быть через год вернемся еще закупимся это на наверное три пачки уверенно там это есть но я на всякий случай взяла вернишель наши дети очень любят они родились чтобы кушать вернишели и плавили потом паприка у нас закончилась купили паприку это не то что вы думаете но этим можно мариновать и корочку хорошую такую оранжевую нужно замариновать это просто на на сейчас свяжем и матом любимый детей сметану взяли решила взять аджику не не пробовала не знаю ну пусть будет это не сейчас пробую потому что в холодильнике уже есть аджика на всякий случай посты не нашла перца аджику взяла это на год еще поедем наверное как же любят ваши дети эти еще другой фирмы тоже есть те вкуснее давайте покажу это наша любимая гречка 10 долларов за эту большую пачку вот эта фирма по моему лучше и вкуснее и эти толстенькие более мясистые более вкусные но дети любят эти тонкие тонкие я не очень люблю такие тоже нужно взять двигаемся дальше хотя взяла потому что лилит очень любит она сама тоже несколько пачек купила хотя полба очень полезное и вкусное зерно гречки много не бывает еще одна пачка дома есть я знаю что там гречка точно есть потому что там есть славянские магазины то есть это значит там и гречка и все есть но я не знаю где эти магазины пока и поедем найдем у нас подругой уже будут это что коржик упал красная чечевица мелкая еще несколько пачек уже купила и несколько еще куплю наверное не знаю но я хочу чтобы было подругой еще хотят это немного лаваш просто на завтра на шашлык будет лаваш к шашлыку но лаваш еще и с собой должна взять точно там нет лаваша гречка гречки много не бывает как говорили наши бабушки когда у них нечего было готов что еще это взяла затар хлеб затаром наверное пробовали готовила на этом канале или не лепешки это взяла хорошо уже пахнет взяла можно с оливковым маслом просто так смешать свежие хлебушек или лепешку намокать и съесть просто так взяла чтобы никому вы самим тоже можно затар готовить готовила на этом канале эгене затар лепешки затаром очень легко готовится и очень вкусно и ароматно наговорила на бедный магазин что там ничего нету фруктов нету но в этот раз очень хорошие фрукты были черешню взяли еще черешню тоже с собой хотели шучу манго сюда поставлю что еще ждите просто оливковое масло не думаю она успела поехать за маслом только хотели с собой свое любимое масло повезти он говорит давай вечером уедем завтра утром купим вернемся но у меня такой знаете настрой что не хочу выйти из дома простой магазин не хочу поехать не то что почти два часа он так смотрит с глазами почему не хочешь давай поедем так что не знаю может быть и поедем это просто купила потому что оливкового масла хорошего не было а бутылка такая шикарная по моему толстая как красивая пухленькая женщина такая со всеми добростями так взволновалась востревожилась и купила виноградная лоза или виноградные листья чтоб толму крутить дома еще три банки стоят я не толма а толму очень люблю крутить времени не хватает вообще этот процесс с толмой мне не нравится но знаете пусть будет может быть и будем крутить с точкой где-то шесть банок хватит просто взяла икру попробовать какой он на вкус что еще взяли чтобы попробовать на вкус ой какие хорошие фрукты были взяли мои любимые наши любимые каптусы или груша кактусовая груша кактус называется на английском очень полезный вкусный по моему один из лучших фруктов это гусин очень любит глачи или личи кто как называет уже не важно но главное ребенок любит купили и вкусно когда они такие холодные как айсберг в океане это что ну сливы такие милые были на вид смотрите я очень люблю белые или желтые сливы желтые называют или белые не важно не очень спелые по моему очень сладкие такие сладкие бывают один попробуем хотим хотим раз уж хотите как интересно виноград грязный чистим кушаем малину грязный кушаем сливы не могу грязный кушать что-то не позволяет подшумел как подшумел так смотри столько захвалила эту сливу о как и думала возьму и пополам но не получилось мы сливы очень любили какой трудный слив а а хочешь Очень сочный, хрустящий, сладковатый, но еще не спелый. Это Люсин полюбит. Она любит не спелые фрукты, хрустящие, кислые. Я дам Люсин и продвинемся дальше. Я думала маленькая пачка, сказала две пачки, возьми грудку куриную, замариную быстро, завтра шашлык делаем. Это красный кактус, тоже самый. По мне, зеленый слаще, чем красный. Но красный тоже очень полезный, такой хороший. Подумали, раз уже есть у нас пока возможность насладиться этими калифорнийскими фруктами. Понасладимся напоследок. Армяк. Слышу, как она ходит, но не вижу, где она ходит. Просто сыры немножко купили. Разные. Сыр, нитка или хельпамина, Армяк. Это простой, обычный. Это со специями острый, с орегано, чили, масло оливковое, чеснок какой-то. Очень вкусный сыр. Так что, Лиза, хотелось попробовать, так хорошо зарекламировала. С этим сыром пиццу готовила. Армяк очень любит. Хочешь? Кто упал? Ммм, вкусный. Че? А, сыр, горон. Очень хорошая компания, очень вкусные молочные продукты у них. Так. О, это ягненок. Коре ягненка. Просто взяли, на кусочки порежу, детям курочку, нам каре и, наверное, пожарим картошку на костре. И все. Большой кусок мацаре выдела. Все-таки, думаю, пиццу тоже еще один раз сделаем с детьми. Может, на день рождения Арка, потому что он очень любит пиццу. Каждый день угостите, он будет рад. Наверное, хочешь на день рождения? Лучше, короче. Он тоже любит. Говорим, дети, дети, он больше детей любит. Оливки взяли, потому что я их люблю. Закусочка. По-моему, у нас сахар закончился. Сахар купила на всякий случай, чтобы потом не бежать за сахаром. Если что-то решим купить, испечь. Пряники – это жизнь. Любят. Это какой сыр взяла, даже не посмотрела. О, это тоже от Гарун, халеби-вилоч, сельский сыр. А я думала, знаешь, какой сыр беру? То, что ты любишь. Мексиканский такой, безвкусный, безжирный, без соли. Очень такой невинный сыр. Думала, это беру. На вид похож. Но этот сельский, совсем не помню, какой на вкус. Подождите. А ну-ка, попробуем. Знаете, какой сыр скрипит, когда кушаете, такой скрип. Знаете, такой сыр, как резиновый. Похоже на эту мексиканскую? Мексиканская более такая рассыпчатая. Тоже скрипит. Да, тоже скрипит. Скрипучий сыр. Вкусный. Очень вкусный лаваш, зелень, сыр, огурец, мологурец. Все. Больше ничего не надо. У вас так звонила, завтра шашлыка не будет. Не могут приехать. А послезавтра должны подумать, нам удобно или нет. Ну, в зависимости от наших дел. Значит, шашлык завтра отменяется. Или можем шашлык делать. А когда они приедут, скажем, мы уже сделали шашлык. Был очень вкусный. Это что взяли. Важные закусочки взяли. Не помню, что. Сыр. О, фета сыр. Греческий фета взяли. Ждите, все равно должна тарелочку положить. Греческий. Не помню, какой мой любимый был. Вальбресо очень вкусный. Тоже от Гарун. Очень вкусный. Греческий иногда, по-моему, сухой бывает. Но хочу греческий салат тоже сделать. И как раз такая фета подойдет. Ммм, вкусный сыр. Очень вкусный. О, это тоже лаваш, сыр, зелень. Огурец, мой огурец. И тут. Мы голодные. Мы сегодня утром ели. Сейчас в 5 часов. Мы к 12 что-то закусывали. Ой, мороженое ели в машине. Это что купили. О, золотую колбасу купили. 23 доллара за 400 граммов. Дай саляме, Марель. Он говорит, я хочу этот самый. Хочешь попробовать саляны? Вспомни, дорогой. Сейчас мужа покормлю хорошенько. Потом скажет, что можно покушать. Скажу, мы уже кушали. Вкусный? Очень. Конечно вкусный. Если вы голодные, давай, все вкусно. И это, наверное, курочка. Ну, не курочка, индюшка. Грудка индюшки. Нам сейчас все это, когда мы окончим, соберемся. Все, что купили, на стол положим. Лаваш, маваш. И хороший пир устроим, хочешь? Интересно, он вкусный. Этот грудок. Дети любят. Я не большая любительница. Эти джилы, если увидят, все, конец света. Разбирают все только мясо должно быть. Джилы или жиры, это не наше. Это что купили еще? О, сыр. Сыр Гуда, который не был похож на сыр Гуда. Даже спросила, а вы точно знаете, что это? Солок. Сказал, да. И не знаю, если я не ошибаюсь, Гуда не имеет такие дырочки. И на цвет он более такой оранжевый. Мам, ты хорошо помнишь Гуду? Гуду. Это он? Вкусный сыр? Очень вкусный. Но то, что из куску, кажется, другое. Даже кремистый более. Когда мы лежим, там дырок почти нет. Хороший. Хороший, да. Ну, почему-то не напоминает то, что помним. Это пусть и здесь посидит. Хорошо двигаемся, ага. Я думала, заканчиваем. Крусты такие хорошие были. На вид, но еще не пробовали. Нексанины взяли белые. И это просто у нас нехватка лимона. Лайм взяла. Пусть будет. Это тоже. Пусть будет. Сейчас не будем фрукты, наверное. Ох, как хорошо пахнет. Ох, мамаджанка. Так охнула, как будто никогда в жизни. Меня всегда умиляет, восхищает. Аромат простых фруктов, ягод, простой воздух. Я больше изумляюсь, чем, скажем, что-то такое. О, это кусочки костлявые взяла для Альмы. Ну, это тоже взяли для шашлыка ягненок. Кусочки какие-то ягненка. Да. Все равно давай, окей, заманим ее, потом подумаем. Детям хотя бы шашлык сделаем. Курочку завтра только. А гостям? Потому что дети ягненка не любят. Не едят. То есть. И так, зелень забыла взять. Ара. Это давно не покупала. Очень люблю. Радикио, по-моему, называется. Один из любимых. Как молодой брокколи. Это просто соль, перец, оливковое масло, чеснок и лимон. Немножко тушу, как захотелось, чего-то зеленого. Что? О, яблоки, красные яблоки. Кто в этом сезоне кушает красные яблоки? Наши дети. В любом сезоне красные яблоки для них актуальны. Это взяли, потому что такой красивый, но невкусный фрукт. Фрукт дракона. Это белый. Самый вкусный, желтый. Сочные, сладкие. О, это мои любимые персики. Донат фитчез называют. Но вы по-другому это называете или донат фитч. Потому что выглядят как донатсы. Вот такие. Они когда спеют. И ароматные. И это не очень спелые. Если оставите в комнатной температуре, поспеют и прямо кусаете. Сок течет. Такие хорошие. Интересно, есть один хотя бы спелый. Хочу показать, как сок течет. Ну, это не спелый, а разбитый. Ну, извиняюсь. О, не извиняюсь. Это будет течь. Знаешь, что вспомнила? Да, было время из маркета эти. Но нектарины были такие сладкие, сладкие. Ящиками покупали сахар. Такие сладкие, вкусные. В этом году ничего нормального не увидели. Подождите. Что-то нужно такую миску поставить для сока, чтобы потом сок выпить. Увидели, как плеснул сок? Ты увидел? Он все видит. Не то, что из маркета покупали. Не та сладость. Не то. Но лучше, чем ничего. У нас гости. Подождите ей что-нибудь подарим. Альма. Альси, у нас. Аль, 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 аль. Аль, 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 аль. Аль. Настя. Настя. Ап. Ап. Она так красиво так стоит. Видите, как культурно. Взяла сейчас. Сейчас возьмем и захочет выйти. Черт. Сейчас узнаем. Такая интересная собака. Наши другие собаки. Анжелика в особенности. Ей косточку с рукой возьмет и съест. А это такая культурная. Как будто навидела за свою жизнь и косточек, и всего. Позавчера ей дала такую длинную штуку. Знаете, это пизо называется или не знаю. Она взяла и ушла. Я подумала, пошла. Лидиян дур васток гнали. Подумала, она пошла. Все, наслаждаться своей этой косточкой. там сидим во дворе муж наслаждается сигарой так посмотрела она откуда-то выкопала эту штуку она вот как как будто на сигару тоже курит такую длинную очень похожие были в этот момент она с этой косточкой он сигарой так что еще купили его заканчивается наша демонстрация покупки к переезду называется у нас и тарелок не будет под рукой так что купила много бумажных тарелок что куряндер у нас закончился купила пусть будет черный перчик заканчивается купила пусть будет душистый перчик того того закончился открылась . это взяла чтобы кузинах приготовить знаете кузинах как эти с медом готовят ну очень вкусные зубы можно поломать но стоит тело того это для этого всего пусть у нас идей что еще там вареная сгущенка что если там этого не будет а как будут крем для наполеона делать что если там слоеного теста тоже не будет шучу естественно все будет знаете все будет но где это будет откуда нам найти куда поехать в какую сторону так что собой берем по возможности все что нужно брать по возможности заплатили 490 с чем-то если не ошибаюсь рисит не знаю куда положила думаю сегодняшний этот показ что берем с собой прошел благополучно но здесь есть люди голодные сидят ждут пока мама закончит жена наконец-то закончить свою длинную презентацию и что-нибудь на стол уже все что-нибудь на столе так что садимся наслаждаемся а вы никуда не уходите соберите вещи пристегнитесь будем переезжать вместе